В декабре 41-го года в этом районе действительно происходили локальные сражения. Как и где точно можно узнать из архивных документов и воспоминаний старожилов. Бой, который воссоздали участники клубов реконструкции, мог происходить и в реальности. Немецкие разведчики активно перемещались по этому району, периодически натыкаясь на опорные пункты. Именно этот эпизод и показали зрителям. Бой захватывает своей зрелищностью. Порой из-за дыма от взрывов и горящей травы сложно было разглядеть, что происходит на поле боя. Раненых под огнем оттаскивали с поля, оружие клинило на холоде, у пехоты не хватало патронов. Условия приближенные к реальным. Минимум удобства, но участники сами намеренно погружаются в суровые условия. С каждым годом это событие привлекает все больше внимания. Если раньше посмотреть на бой приходили только местные жители, то теперь приезжают со всего района. Статус самого мероприятия растет из года в год. То есть все большее количество людей узнают. И узнают о том, что уровень мероприятия все выше и выше. И стараются принять участие. То есть начинали мы там вообще с трех человек, которые вышли, разыграли сценку. Все нам похлопали и все были счастливы. Потом приглашали людей все больше и больше. Макеты, имитацию применяли. И в этом году уже с пиротехникой. Столкновение длилось не более получаса. Атака советских солдат стала переломным моментом. Зрители были в восторге от напряженного боя и победы. Подобные мероприятия – большая редкость для Одинцовского района. Тем не менее, по утверждению организаторов, запах пороха и оглушающие взрывы снарядов выводят военную историю на новый уровень. Когда там не сухие страницы, да, книги, вот, а когда ты видишь, вот он бежит, вот он падает, вот взрыв, крики, да, чуть-чуть, может быть, чего-то затронется. А еще посидеть вот этому пацану в окопе, подержать макет, поглядеть через амбразуры дота, вот через этот интерактив, конечно, что-то откладывается, запоминается. А вот у нас тут война была, а вот у нас тут были бои. После завершения боя враждующие стороны пошли пить горячий чай. А у зрителей была возможность поближе познакомиться с бытом пехоты и подержать в руках оружие. Очень просто. Раз, два, три, четыре. И потом уже целишься и бахаешь. Молодое поколение смотрит на все это с опасением, как будто на оживший миф. А для поисковиков и реконструкторов это реальная жизнь. Эти люди по собственному желанию вернулись на 70 лет назад, чтобы на собственной шкуре почувствовать войну. Есть ли в ней что-то кроме скорби? Для вот этих людей, которые участвовали в самом сражении, это не игра. Со стороны, может быть, это казалось какой-то театр, что-то такое где-то весело, где-то смешло, убили, ударили, взорвалось. Вот эти люди, которые здесь находятся, они все это чуть-чуть более изнутри переживают и погружаются в эпоху. Любого возьмите, в карманах у него мелочь советских годов, папиросы какие-то. То есть погружение в эпоху полностью. Георгий Алышев, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.